Мурманский областной архив распахнул свои двери для всех желающих. Для гостей организовали мастер-класс по реставрации документов, рассказали, в каких условиях они хранятся. Анастасия Кочарова подробнее. Ровно 102 года назад Мурманский областной государственный архив начал свою работу. Сегодня учреждение принимает поздравления. Сегодняшний день, конечно, мы сегодня открыты. Мы хотим показать открытие выставки. Одна выставка фотохудожника Николая Николаевича Рудакова. На этой выставке присутствовала его вдова. Сейчас открыта выставка «Судьба человека в десяти фотографиях» Василия Сергеевича Белоусова. Помимо фото-выставок, в день открытых дверей в областном архиве посетители могли пройти краеведческие квесты и послушать лекции о родном крае. Гостям учреждения также показали и рассказали, как столица Заполярья могла выглядеть в современности, если бы были реализованы задуманные проекты. В этом году мы действительно подготовили очень необычную выставку под очень интригующим названием «Мурманск за грани реальности». Документы, которые представлены на этой выставке, позволяют нам взглянуть на наш город немножко под другим углом. Если пофантазировать, то в Мурманске сейчас ездили бы трамваи, а молодежь гуляла бы по набережной или парку культуры и отдыха. А на площади пяти углов красовался бы памятник покорителям Арктики. Но были и более масштабные задумки. В Новом Мурманске предполагалось, что 90% всего питания будет осуществляться через сеть общественных столов. Также в 20-е годы появляется идея создания в Мурманске печальной мачты для дирижаблей. Мурманск должен был стать одним из отправных пунктов полёта в дирижабль. Новый Мурманск по задумке должен был располагаться в районах современного жилстроя и Варничного ручья. Есть даже английские улицы и так далее. Это тоже, конечно, очень интересно с точки зрения истории. Все эти документы бережно восстанавливают реставраторы архива, которые в этот раз пустили в свою мастерскую всех желающих. Это очень интересно. Я никогда таким не занималась, только в интернете видела. Я думала, это как-то просто, а на самом деле нет. Очень сложно и очень интересно. Проверим отсюда. Это стоя на улице. После реставрации все документы отправляются, как говорят сами сотрудники областного архива Мурманской области, в святыню – хранилище. Самый старый экспонат здесь хранится в сейфе. Это книга соляных пошлин, датируемая 1646 годом. У нас практически миллион единиц хранения. Мы уже подходим к этой цифре. Конечно, место у нас всегда проблема для архивов. Это место, как и где хранить. Но мы постараемся для того, чтобы эти документы имели комфортное существование и для следующих поколений, конечно, были интересны. Совершенно разные люди приносят в учреждения предметы из семейных архивов. Ведь историческим документом может быть всё, что угодно – от книг и рукописей до фотографий и аудиопластинок. А посмотреть и послушать их можно помимо дня открытых дверей в любой рабочий день в часы посещений. Анастасия Кочурова, Максим Петровичев, Арктик ТВ